Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание к этим работам по книге Великий музей мира. Аллегория зимы. Автор Цезарь Ван Эвердинген. 1644-1648 год. Холст масла 97 на 81. Мастер из Харнема Цезарь Ван Эвердингер работал в историческом портретных жанрах, внося в свои работы разветвленную символику и аллегорию. На этой картине изображена богато одетая молодая женщина, в жемчужном ожерелье и серьгах с камеями, в отороченном мехом манто, греющие руки над глиняной жаруни. Это скорее не портрет конкретной девушки, а одна из аллегорий зимы, которые были распространены в голландской живописи 17 века. Обычно художники представляли данное время года в виде пожилого мужчины, поскольку зима ассоциировалась с последним возрастом человека. Но выбор в качестве героини полотна цветущей женщины мог быть связан с тем, что жаром не с углями. В искусстве того времени символизировала любовь, чей жар также согревает. Оскаленные угли, прикрываемые тканью, которую дама накинула на руки, таинственно мерцают, будучи противопоставленные более сильному верхнему свету, заставляющему фигуру выплывать из темноты. Это освещение, постановочное, театральное, напоминающее приемы караваджистов. Вместе с достаточно обобщенным изображением человека и аллегорической основой делает работы примером голландского классицизма. Вот такое описание к работе Цезаря Ван Эвердингена «Аллегория зимы» около 1648 года. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Пока-пока, до свидания.